Всем привет! Вы видите в красных отбысках стоп-сигналов Лёши Халецкого, потому что стоим в пробке в центре Минска, 6 часов вечера, в будний день попали, конечно, в самый час пик. Но неважно, еду с очередного фильма, который называется «Молодость». Он участвовал в конкурсе на Каннскую пальмовую ветвь, не выиграл её, но фильм... Не скажу, что арт-хаус, но надо уже перестать смотреть «Сойку-пересмешницу», правильно? Всяких человеков, муравьёв и мстителей, надо сказать, на какое-нибудь и умное кино, наконец, и поделиться с вами, посоветовать вам на него сходить. Несмотря на название фильма, он про старость. Хотя, на самом деле, похоже, вот он как раз для нашего поколения переплетается, да. То есть, если главные герои – старики, и фильм, в принципе, об их ностальгии, то там очень много и молодых персонажей, и фильм, собственно, это переплетение, когда в одном месте, в данном случае, какая-то лечебница для богатых. Собраны разные персонажи, нам показывают совершенно разных людей. Главные герои здесь – кинорежиссёр и композитор, которые там отдыхают. Не хочется просто спойлерить и рассказывать, но фильм лично меня заставил вот от начала до конца с интересом смотреть. Хотя развитие абсолютно такое плавное, медленное, и, естественно, это не экшен никакой. Но актёрский состав великолепный. Майкл Кейн, Харви Кейтл, Джейн Фонда, в общем, Пол Дам – это… правильно я фамилию назвал? Я думаю, многие этого актёра видели в фильме «Нефть», где он играл такого проповедника. Потом вот в недавнем «14 лет рабства», где он надзирателя такого, ну, характерный актёр. И здесь он тоже в тему был «Победному Марадонию» весь фильм проходит. Хотя конкретно её не называют, что это Марадонна, но всем это всё понятно. В общем, знаете, фильм, с одной стороны, ностальгия, а с другой стороны, фильм о возможностях, которые у вас есть, и как, блин, ну… Вот тут очень много смыслов, очень сложно прямо сказать, о чём конкретно фильм. Тут и грусть есть, и смех, и мисс вселенная, кстати, не гляжи, имейте в виду. Ну, так что, по-моему, фильм посмотреть стоит. Другое дело, стоит ли его смотреть в кинотеатре, тем более, что, я думаю, он вообще премьера его была 20 мая, вот сейчас он в Минске идёт в кинотеатрах, но не знаю, будет ли он у вас идти в кинотеатрах, и думаю, что явно он уже есть на других носителях. Так что найдите фильм «Молодость» режиссёр Пауло Сарантино, итальянский «Ла Джеа Венецца», по-моему, он по-итальянски называется, 2015 год. Посмотрите в программе Каннского кинофестиваля. Я вам его рекомендую. Приятный фильм для такого семейного просмотра. Если вам за 30, я думаю, очень-очень хорошо пойдёт. На этом всё. Вы видели и слышали Лёшу Халецкого. Смотрите «Умное кино».